Не работает. Включается, а вот там раз, выключается. И вот никто не сможет уже больше посмотреть наше прекрасное мероприятие. Ну, хоть послушать, ладно. Эксклюзивное отношение у нас с вами. Да, вселенная слышит. Но нужно делиться. Итак, подсказочка такая. Я считаю, что для того, чтобы прежде, когда вы все протестируете, все прошли, прежде чем принять это решение, когда мы говорим, что и в беде, и в радости, и в богатстве, и в бедности, и я буду с тобой. Кто проходил такое? Кто говорит такие слова? Ковырят? Ковырят? И как же так, смотри. Вот я сказал такие слова. Аклятва марушила. Вот если вы хотите, чтобы у вас не было такого безответственного отношения к этому процессу, смотрите, еще важный момент. Я считаю, что прежде, чем сделать окончательное решение, что это партнер ваш на всю оставшую жизнь, задайте себе вопрос, вот тот, который задают на алтаре. Готовлю я быть с этим человеком на всю оставшую жизнь, и в беде, и в радости, и в богатстве, и в бедности, и в здравии, и в болезнях, пока нас жизнь не разлучит. И здесь очень важно не просто ответить, просто сказать, да, да, я сейчас влюблен в тебя, как бы я вижу все в розовых, красных красках, все замечательно. Я говорю, конечно, я готов, чтобы в таком виде, когда ты такая красивая, счастливая, умная, здоровая и богатая, я, конечно, с тобой буду всю оставшую жизнь. Когда все хорошо, мы не сможем протестироваться, верно? Когда есть проблемы, когда огонь, бури нас испытывает, тогда мы только можем понять, на самом деле, насколько крепкие наши отношения, верно? Здесь я бы что предложил, смотри, такая схема, мне кажется, очень работала, ну, для меня она работала. Представьте, что ваш партнер, когда все хорошо, это классно, но представьте, что ваш партнер попал в такую ситуацию, где он в худшем виде, который может быть, реально только, да, не какой-то космический, что полетел на Луну, там, он, дядя Вася, колхозник, она говорит, он на Луну полетел, там, ногу сломал. Представьте в реальной ситуации, в которой он находится сегодня сейчас, что с ним может наихудшее произойти? Реально, если у вас водитель, например, там, ну, муж, вы, потенциальный тракер, водитель, водит машину, такой риск, или летает на самолет? Представьте, что, что вот может максимально, самое плохое произойти, учитывая его карму, скажем, его особенности, которые вы знаете, его характер и так далее. Он дрочливый, он вечно лезет, когда-то подраться с кем-то хочет. Представьте эти ситуации, окей? И вот в этой ситуации, когда вы ее прочувствуете, пропустите максимально все свои пять чувств. Знаете, какие пять чувств, да? И ответьте себе, готов ли я быть с этим человеком и в богатстве, и в бедности, здоровье и болезни на всю оставшую жизнь? Мне кажется, что это самый, самый честный, самый сильный тест. И я считаю, что если хоть на секунду я сомневаюсь, то мне там нечего делать. Потому что когда наступит такая ситуация, я сбегу. Верно? А если вы смотрите, что, как работает подсознание, очень штука-то хитрая. Если я не могу отдать себя до конца в отношениях, я понимаю, что когда будут трудности, у меня есть запуск на выход. Ну, к примеру, мы с тобой говорим, давай идем с тобой на Эверест. Если какие-то будут сложности, мы с тобой, ну, вернемся, какие-то проблемы, вертолет вызовем. И когда будет трудность, что мы сделаем? Будемте дальше. Зачем на приказ уже? Мы сказали, будет трудность, ну, спокойно увидимся, будет хорошо.